Дорогие друзья, я вас приветствую, это телеканал «Русский мир», это программа «Золотые лекции». Меня зовут Ярослав Скворцов, я декан факультета Международного журналистического Московского государственного института международных отношений и сын великого русского лингвиста и лексикографа Льва Ивановича Скворцова. Сегодняшний наш с вами разговор я хочу посвятить его научному, культурному, языковому наследию. Готовясь к этой встрече, подумал вот о чем. Наш дом, а лекция моя сегодня будет посвящена Льву Ивановичу Скворцову, моему отцу, так вот, наш дом, он для многих входящих в него напоминал библиотеку. И поэтому мне очень приятно, что сегодня мы тоже находимся в библиотеке. Мы будем говорить о слове, о слове книжном, о слове разговорном, о русском языке. И готовясь к сегодняшней встрече, я подумал вот о чем. У нас среди большой коллекции книг, в ней несколько тысяч экземпляров, это книги, которые собирал еще мой дед, потом мой отец, ну я внес небольшой вклад. Есть большая и очень хорошая коллекция книг и серии «Жизнь замечательных людей». И несколько лет назад мой друг, мой школьный товарищ, внук прекрасного советского композитора Тихо Николаевича Хреникова написал книгу в серии «Жизел» о своем дедушке. И так, к слову, сказала, не хочешь ли ты написать о своем отце. И я представил себе, что сегодня я представлю вам такой небольшой устный вариант той книги о Льве Ивановиче, которую бы я написал, если бы взялся за такой труд создать книгу о профессоре Льве Ивановиче Скворцове для серии «Жизнь замечательных людей». И назвал я ее «Лев Скворцов – человек-слово», потому что для Льва Ивановича слово было неким стержнем его жизни. И, отталкиваясь от структуры, придуманной некогда создателем этой прекрасной серии «Жизнь замечательных людей», я бы хотел сначала несколько слов сказать о том, откуда Лев Иванович, кто его родители и куда уходят корни нашей семьи. Лев Иванович родился 10 июля 1934 года в прекрасном русском городе Суздале. Как потом он часто отмечал в своих анкетах, в биографии, в семье агрономов-полеводов Ивана Егорыча и Валентина Гавриловна Скворцовых. Очень рано, в 4 года, папа научился читать и в 5 лет уже записался в Суздальскую библиотеку. Взял книгу и пошел с ней домой, но по дороге ее прочитал. И буквально через час вернулся в библиотеку за новой книгой. Из чего работники библиотеки сделали вывод, что он над ними насмехается, и устроили небольшой экзамен на предмет освоения текста той книги, которую папа хотел вернуть. Убедились в том, что он книгу прочитал, и выдали ему новую. Вот так рано, всего лишь в 5 лет, начался путь Льва Ивановича в мир русского слова. Я захватил из нашего семейного альбом несколько фотографий. Мне бы очень хотелось, чтобы вы просто взглянули на эти лица. Мне кажется, что наш дальнейший разговор о мире русского слова, о мире слова Льва Ивановича Скворцова, этот разговор очень хорошо иллюстрируется этими портретами наших предков. Вот Иван Егорыч Скворцов, первый, кто приехал в Москву, это было в первые послевоенные годы. И знаете, дедушка, хоть он и был человеком далеким от филологии, но к слову относился очень бережно, и к памяти рода своего тоже. И поэтому в конце жизни собрал такой фотоальбом, который хранится в доме. Вот посмотрите, это внизу рукой моего деда эти фотографии подписаны, я думаю, вы легко ее увидите. То есть это дед моего деда, мой пра-прадед и, соответственно, пра-дед, один раз пра, Льва Ивановича Скворцова. Это Сергей Егорыч, Улита Федоровна, родители мамы, простите, пра-дедушка и бабушка по материнской линии Льва Ивановича. И вот очень люблю эту фотографию, я вообще как бы очень трепетно к ней отношусь. Это мой прадед Егор Сергеевич вместе со своей супругой Бабы Дуни, которую я, слава Богу, застал. Сделали мне эту фотографию, когда прадед уходил на Первую мировую войну. И вот, возвращаясь к теме русского слова, знаете, очень интересно, мой дед оставил очень подробные дневники, благодаря которым я хорошо осведомлен о том, как рос, учился Лев Иванович, поскольку сам он не все рассказывал. А мой прадед был не только хорошим писательным, а прекрасным поэтом. Вот так получилось, что попал он во время войны в плен и вернулся из австрийского, как он его называл, не австро-венгерского, а австрийского плена, и оставил в память нам, потомкам, прекрасную тетрадь своих стихотворений. Это семья моей бабушки, мамы Львы Ивановича. Ее родители были ветеринарами, они из Мурома. Вообще, корни нашей семьи, они произрастают, они происходят из Владимирской, Владимирсуздельской и Муромской земли. Вот эта фотография сделана в годы войны, судя по папиному возрасту, справа старший брат отца Борис. И, опять же, возвращаясь к теме библиотеки, вы сейчас видите мемориальную доску, которая была установлена на Судельской библиотеке, районной Судельской библиотеке, пять лет назад, на которой указано, что в 1939 году в стенах Судельской библиотеки начал свой путь в мир русского слова великий лингвист и лексикограф Лев Иванович Скворцов. Ну, а как же скалалась его профессиональная жизнь? В 1958 году отец оканчивает филологический факультет Московского государственного университета. И с 1958 по 1993 год работает в Институте русского языка Академии наук СССР. Ныне этот институт известен как Институт русского языка РАН имени Виноградова. Начал путь с должности младшего научного сотрудника, а потом дорос до заведующего сектором, потом заведующего отделом культуры русской речи. Вот эта фотография сделана в здании на Молхонке, 18-2, где по сей день находится Институт русского языка. Лев Иванович всегда с гордостью подчеркивал, что считает себя, по праву считает себя учеником выдающихся русских филологов-языковедов профессора Ожегова, академика Виноградова, профессора Филина, профессора Реформатского, академика Барковского, академика Шанского. Несколько лет назад в Суздале, в первой школе города Суздале, был открыт кабинет русского языка литературы Льва Ивановича Скворцова. И когда мы занимались его оформлением, возникла такая идея сделать ряд выдающихся лексикографов, не поистиво слово, великих лексикографов, которые подарили нам свои словари. Да, Леожегов, Скворцов. Вот к словарям мы вернемся чуть попозже. Я, наверное, взял на себя такую смелость сыновью поставить отца в один ряд с этими величайшими лексикографами. Но почему я взял на себя эту смелость, я обязательно вам сегодня расскажу, поделюсь с вами этим секретом. Кандидатская диссертация отца была защищена в 1966 году. Посвящена она была языку социальных диалектов, на материале русской лексики после октябрьского периода. А докторскую диссертацию отец защитил в 1978 году. И меня, как человека, который связан с наукой, восхищает лаконичность ее формулировки. Теоретические основы культуры речи. Долгие годы, с 1993 года до последних дней своей жизни, до 2014 года, отец работал в Литературном институте имени Горького. Занимал там дозу с проектора по научной работе и заведовал кафедрой русского языка и стилистики. В 2014 году в Литературном институте прошли ежегодные чтения, которые должны были посвящены, быть посвящены 80-летию Льва Ивановича Скворцова, но были посвящены его памяти, поскольку через два месяца после того, как широко отметили его 80-летие, отца не стало. И вот на этой фотографии, сделанной на этих чтениях в Литературном институте, Тверской бульвар, Дом-25, представлены некоторые книги Льва Ивановича Скворцова. Но я позволил себе, для того, чтобы завершить портрет академической деятельности Льва Ивановича, привести еще одну фотографию. Это фотография из музея истории МГИМО, поскольку Лев Иванович более 20 лет преподавал Московскому государственному институту международных отношений, и его портрет представлен в галерее выдающихся профессоров и преподавателей Московского государственного института международных отношений. Надо сказать, что Лев Иванович был бессменным председателем Всероссийской олимпиады школьников, председателем жюри Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку с 1996 по 2005 год. Хочу сказать, что однажды я имел счастье приехать на финальную часть олимпиады в город Вологду, и помню, как комиссия зачитывала работы участников олимпиады, финальной части. Я придумал только один пример. Было дано такое задание, брали устойчивое выражение и предлагали самостоятельно участникам олимпиады, школьникам, додумать, завершить начатое устойчивое дематическое выражение. Вот среди прочих заданий было такое. Портной гадит. Ну, я думаю, что большинство из вас знают эту поговорку. Полностью оригинально звучит так. Портной гадит, а утюг гладит. Но среди вариантов школьников были куда более интересные и неожиданные. Вот мне запомнилось два. Портной гадит, а нам носить. И портной гадит, а жене его убирать. Вот такие были остроумные ребята. Причем, я думаю, что они не понимали, что не участвуют ни в КВН, ни в олимпиаде по русскому языку. Ну, так видели задумку автора вот этой оборванной, незаконченной цитаты, этого незаконченного, оборванного устойчивого выражения. В течение ряда лет Льва Иванович возглавлял секцию Федерального экспертного совета Министерства образования России по присвоению грифов учебником русского языка для средней школы. Всего же за годы его жизни из-под его пера вышло более 400 научных работ, в том числе более 20 книг. На некоторых из них я позволю себе чуть попозже остановиться. Вообще же сфера научных интересов Льва Ивановича формулировалась им самим так. Проблемы современного русского языка, теория и практика культуры русской речи, вопросы социальной диалектологии, жаргоны, арго и сленг, стилистика и грамматика, язык художественных произведений, терминология, орфография, лексикология и лексикография, а также история языка знаний. Я позволил себе захватить сегодня несколько книг. Начну, пожалуй, с книги, которая называется «Прайно ли мы говорим по-русски?». Чуть забегая вперед, хочу сказать, что в этом году прошли третье, простите, в прошлом году, в 2021, в декабре 2021 года, прошли третье скворцовские чтения, и 40-летие выхода этой книги мы их и посвятили. Тема их звучала так. «Правильно ли мы говорим по-русски? Динамика языковых норм». Приведу вам одну небольшую цитату. Повторюсь, книга вышла 40 лет назад. Современный этап развития русского литературного языка характеризуется следующими процессами. Широким притоком научно-тренологической лексики и фразеологии, иноязычными заимствованиями разных типов, дальнейшим усвоением литературным языком социально ограниченного или диалектного по своему происхождению речевого материала, стилистическими перемещениями и сдвигами, связанными с развитием средств массовой коммуникации, информации и тому подобное. Удивительно, но по прошествии 40 лет, мне кажется, что мы наблюдаем примерно те же процессы. И с этой точки зрения очень важна работа лексикографа, который на определенном этапе развития языка фиксирует языковые нормы, фиксирует сложившийся лексический багаж и особенности использования, восприятия языка. Еще одно издание книги «Правильно ли мы говорим по-русски?». Очень интересная работа отца «Экология слова» или «Поговорим о культуре русской речи». Про экологию слова мы еще сегодня обязательно к этой теме вернемся. Книга «Культура русской речи» и очень интересный труд «Беседы о русском слове». На ней я тоже позволю себе остановиться чуть-чуть подробнее, поскольку, как вы видите, здесь у Льва Ивановича есть два соавтора. Это Зоя Люстрова и Виктор Дерягин. Дело в том, что на протяжении 34 лет в эфир Всесоюзного радио выходила замечательная программа, которая называлась «Мире слов». Программа «Главный редакция литературно-романтического вещания» и «Союзного радио» с 1962 по 1996 год, два раза в месяц по воскресеньям. Последний выпуск вышел в эфир в конце мая 1996 года. Повторюсь, 34 года в эфире Всесоюзного радио. Еще несколько слов о программе «В мире слов». Она, безусловно, занимала особое место в эфире. Целиком строилась на письмах о вопросах радиослушателей, касающихся норм русского языка, истории появления слов и выражений в нашем языке от самых сложных, можно сказать, научных проблем до вполне обыденных практических вопросов нормативной лексики, и значения произнесения и написания. По самым скромным подсчетам, более 30 тысяч писем поступило от слушателей. Удивительное дело, программа не выходит в эфир уже более 30 лет, но периодически возникают очень интересные попытки создать похожие программы. Здесь я позволю себе выделить проекты Лидии Малыгиной, потому что я убежден глубоко в том, что у Лидии, как у доктора филологических наук, получается самый актуальный на сегодняшний день продукт, позволяющий человеку и разобраться, и порассуждать, поразмыслить о состоянии современного русского языка, русской речи, о происхождении слов, о словопотреблении. Мне кажется, что это такое, ну я бы позволил себе не русское слово, реинкарнация программы в мире слов в современных медиаусловиях. Возвращаясь к научному наследию, Льва Иванович хотел сказать еще вот о чем. Лев Скворцов ввел на научный оборот понятие динамической нормы, включив в нее признаки потенциальных возможностей реализации языка. Он предлагал различать два подхода к норме – таксономический или описательный, и динамический. Разграничил нормы императивные, строго обязательные и диспозитивные, то есть восполнительные, допускающие разного рода варианты, предложил более строгое разграничение понятия нормализация и кодификация. Динамическая теория нормы, соединяющая статику и динамику, синхронию и диахронию, требует учета объективной тенденции развития языка и вместе с тем бережного отношения к ключевым навыкам, наследованным от предшествующих эпох и предшествующих поколений. В соответствии с динамической теорией нормы, культура речи не ограничивается аспектами правильно и неправильно, уместно или неуместно, а распространяется на вне литературной сферы речи, оценку социальных, профессиональных и местных диалектов, на проблему культуры языка, как важнейшей части национальной культуры, на речевое воспитание говорящих и пишущих по-русски. Хочу вам признаться, что само понятие динамическая норма, оно, наверное, вызывает массу вопросов. Во всяком случае, у людей, не посвященных филологические нюансы, а ваш покорный слуга именно к ним и относится, ну что это значит? Это строгая нормативность или это отступление от нормы? Так если норма меняется, собственно говоря, что является неким критерием истины? Ну, Лев Иванович на эти вопросы отвечал примерно так. Я очень хорошо помню, в 90-е годы он приводил ярчайший пример. Скажем, к середине 80-х, да и во второй половине 80-х, слово «префект» мы, безусловно, относили к категории устаревших, даже архаичных слов. Но случился 91-й год, в Москве появились префектуры, появились префекты, и теперь это наш активный вокабуляр. Мы даже не задумывались над тем, что был целый исторический отрезок времени, когда префектов не было. А что же говорить о Государственной Думе? Кто сейчас вспомнит про Верховный Сайд РСФСР или Верховный Сайд СССР? А слово «Дума», безусловно, было устаревшим и не использовалось в повседневной лекции на протяжении 70 лет. Маленькие, в порядке шутки, маленькая иллюстрация к понятию динамической нормы. Обычный завтрак в филологической семье, какая-то жаркая дискуссия по поводу того, как правильно то ли ударение, то ли словоупотребление. И маленькая внучка Льва Ивановича, которая сидит и ест манную кашу, позже на законченном филологическом футе от МГУ, естественно, не вытирая каши с лица, очень важно произносит. А дедушка сказал, что и так, и так можно. Так что, видите, действительно, понятие «норма», оно, безусловно, динамическое. Хотя вот в одной из своих работ Лев Иванович приводит еще один очень интересный пример, касающийся заимствования иностранных слов. Кстати, мы сегодня чаще говорим о заимствовании из английского языка. Но давайте вспомним, что каких-то полтора-два века назад лексикографы говорили, и лингвисты говорили о засорении русского языка французскими терминами, которые активно проникали в нашу жизнь. Приведу он такой пример. Кстати, сам столкнулся с ним, работая над завершением большого такло-объяснительного словаря русского языка. Для меня было открытием узнать, что в русском языке нет исконно русских слов на букву «А». Уверен, что вы сейчас подвергли мои слова сомнению. Как же так? В русском языке нет русских слов, исконно русских слов на букву «А». А как же азбука? Первое, что обычно возражают. Отвечаю. Казалось бы, исконно русское слово «азбука», но оно скалькировано с греческого «алфавита». Кто бы мог подумать. Основное значение у этих слов одно и то же. Так именовала совокупность букв, принятых в той или иной письменности. Можно сказать, например, русский алфавит, греческий алфавит, а можно русская азбука, греческая азбука. Любопытная история этих двух слов, изданная в русском языке в этом значении. Слово «алфавит» — это прямое заимствование в древнерусский язык из греческого. А в греческом «альфабетос» — сложное слово, составленное из названия двух первых букв. «альфа» и «бета» или «вита» в более позднем византийском варианте. Архаическое ударение на второй слог в слове «алфавит» точно соответствовало греческому произношению. А принятое в современном русском языке ударение на последнем слоге появилось, вероятно, под влиянием французского варианта произношения этого же слова, давно ставшего интернациональным, подобно многим словам греческого происхождения. Слово «азбука» представляет собой «кальку». Так языковеды называют буквальный перевод или «слепок» — точную копию с чужого иноязычного слова, материалом для которого служат средства родного языка. Действительно, подобно греческому слову «алфавит» — это «калька», «азбука», составленное из названия двух первых букв славянского языка — «аз» и «буки». Позднее сначала говорили «аз» и «буки», а позднее «буки». Старая форма этого слова — «азбуки». На протяжении веков в русском языке «азбук» и «алфавит» сохраняли в основном свое значение, а именно совокупность букв, принятых в какой-либо письменности. Вместе с тем у каждого из них появилось и собственное своеобразное значение. Они приобрели способность сочетаться с тем или иным кругом слов. Так, систему знаков, принятых у музыкантов, по-русски мы именуем только нотной азбукой. Слово «алфавит» здесь никак не подходит. Точно так же мы применяем исключительно название «азбука Морзе». Алфавит Морзе мы не говорим. Есть у слова «азбука» своеобразное переносное значение. «Азбука Морзе» — это основные простейшие понятия той или иной науки. «Азбука ремесла» или уже игра слов «азбука вкуса». У слова «алфавит» тоже есть свои неприменимые к азбуке значения. Алфавиты называют порядок букв, говорят, в алфавитном порядке. В азбучном порядке мы не говорим. «Пойдем по алфавиту», — говорит учитель, берет в руки журнал и тому подобное. Слово «азбука» тут никак не применимо. И еще такой интересный пример, который как-то Лев Иванович обратил внимание. Русский язык — это единственный язык, на котором название страны и столицы, Мексики и Мехико, пишутся и произносятся по-разному. Если мы возьмем оригинал испанский, страна называется Мехико, столица называется Эта де Мехико. В английском версии — Мексико, Мексико, Сити. А в русском языке не только произношение, но и написание двух этих одного и того же слова разницы. Объясняется очень просто. Заимствование названия страны и имени столицы произошло в русский язык из разных языков. Лев Иванович одним из первых в нашей стране обратился к теоретическим и практическим вопросам лингвистической экологии, экологии слова, лингвоэкологии, задачам сохранения и очищения речевой среды обитания, повышения ее нравственно-семантического уровня, воспитания любви к родному слову и бережного к нему отношения. Надо сказать, что несколько изданий выдержал большой толковый словарь правильной русской речи, который является нормативно-сталистическим словарем нового типа. Такого еще не было в отечественной лексикографической практике. У словаря было несколько изданий, я вот предлагаю разные обложки. Вот то издание, которое вы сейчас видите на экране, это издание «Увидевший свет» уже после ухода Львова Ивановича. Вышло оно в 2016 году. Рекомендации оценки в словаре разрабатывались, опирались на разработку статистических и собственно нормативных данных, на показ современного и исторического варьирования языковой среды, на выявление новых тенденций развития литературных норм в современную эпоху, на предложенную автором типологию ошибок и трудностей, встречающихся в речевой практике. Словарь является, безусловно, уникальным, представляет собой подлинную энциклопедию культуры русской речи в ее современное состояние, развитии и исторической ретроспективе. Помните, я вам обещал сделать акцент на слово «энциклопедия». Скоро мы к энциклопедии вернемся. Значение этого универсального справочного пособия особенно важно в условиях современной эпохи с ее негативными тенденциями в сфере духовной культуры и подлинной цивилизованности. Надо сказать, что Лев Иванович очень активно участвовал в подготовке, редактировании, исправлении и пополнении новыми словарными статьями очередных изданий словаря русского языка Сергея Ивановича Ожегова, одного из своих учителей, научно-руководителей кандидатской диссертации Льва Ивановича. Бережин сохранял выработанные его авторами принципы краткости, популярности и строгой нормативности. Под редакцией Льва Ивановича вышло 28 изданий, последнее, 28-е, исправленное и дополненное издание толкового словаря русского языка Сергея Ивановича Ожегова, состав которого был значительно расширен по сравнению с предыдущими изданиями. Надо сказать, что в одной из своих работ Лев Иванович сделал такое наблюдение. Словарь, если его не редактировать, если не обращать внимание на его актуальность, может прожить где-то примерно полвека. Если же издание переиздается, дорабатывается, актуализируется, то где-то примерно 70 лет. А по истечению этого времени нужно писать новый словарь. И так родилась идея словаря, большого толково-объяснительного словаря русского языка. Помните, я вам говорил про энциклопедию. В последние годы жизни отец работал над ним большой толково-объяснительным словарем русского языка. Причем в рукописях он условно называл его Ожегов XXI век. Впоследствии, по ряду причин, от использования имени учитель Сергея Ивановича Ожегова отец отказался. Вот этот словарь — это первый опыт создания в отечественной лексографии словаря лингво-энциклопедического типа. Он совмещает в своем составе наряду с, собственно, лингвистическими данными историко-энциклопедические, терминологические, предметно-бытовые факты и сведения вне языкового характера. Я остановлюсь, насколько мне позволит время, на некоторых примерах, чтобы просто объяснить, чем отличаются толковые словари от словаря толково-объяснительного. Слово «гражданство». Открываем толковый словарь. «Гражданство» — состояние в числе граждан государства, правовое положение граждан в первом значении, права гражданства, права гражданина. Открываем толково-объяснительный словарь. «Гражданство — постоянная юридическая связь отдельного лица и государства, которое выражается в их взаимных правах и обязанностях. Российское гражданство, права гражданства, лишать права гражданства, двойное гражданство, принадлежность лица к числу граждан двух государств одновременно, прилагательное гражданственной, гражданственная, гражданственная жизнь, существующая гражданственность». Далее справка. «Согласно всеобщей декларации прав человека 1948 года, а также международным пактам о правах человека, никто не может быть лишен гражданства или права на его изменения. Каждому гражданину государства гарантируется правовая защита, где бы он ни находился. Эти положения содержатся в декларации прав и свобод человека Российской Федерации 1991 года, а также в законе о гражданстве России, принятом в том же 1991 году». Работа над словарем, к сожалению, завершена не была. Скоропостижно 9 сентября 2014 года Льва Ивановича не стало. Это его могила, где он покоится вместе с своими родителями в Москве на Кунстском кладбище. А вот этот лист остался на столе, и поэтому вот тот том, который сейчас вы видите, обратите внимание, здесь буква «М» не дописана, а прервалась на слове «мураши» и «мурашки». Но работа над словарем продолжается, и в позапрошлом году вышел второй том. Ученики и последователи Льва Ивановича дошли до буквы «Я». Правда, часть статей не были развернуты. Вот сейчас завершается работа под развертыванием слов из словника, словаря. И очень надеюсь, что к концу этого года мы уже увидим трехтомный толковый объяснительный словарь русского языка Льва Ивановича Скворцова. Ну и как, опять же, как я сказал в самом начале, вернемся к структуре книг и серии «Жизнь замечательных людей». Несколько слов о памяти Оливея Ивановича. Вот 14 апреля 2016 года в Владимирском государственном университете. Мы открыли чтение, которое проводили на следующий день совместно с нашими уважаемыми партнерами филиалом финансового университета при правительстве Российской Федерации, Владимирским филиалом. Культура языка и экология слова русский язык в 21 веке. И как я уже сказал в самом начале, с 2019 года по инициативе друзей Льва Ивановича, друзей русского языка, мы проводим ежегодные скворцовские чтения. 18 октября 2019 года они прошли в Суздаль, на родине Льва Ивановича. Тема чтения звучала так «Актуальные вопросы культуры речи». На фотографии видите мою сестру, дочь Льва Ивановича Ирину Львовну, профессора Московского государственного университета имени Ломоносова. 3 декабря 2020 года из-за пандемии мы проводили вторые скворцовские чтения в Зуме и решили обыграть то обстоятельство, что большинство участников присоединились из дома. Тема звучала так «Культура речи, речь культуры о русском по-домашнему». Кстати, впервые в 2020 году чтения стояли поистине международные, поскольку целый ряд наших друзей из польских университетов, из университетов Чехии, Словакии к нам присоединились. И в прошлом году, 17 декабря 2021 года, мы провели третье скворцовские чтения, опять же в Суздале, в Кремле, в Суздальском, в архиерейских палатах Суздальского Кремля. Тема, как вы уже знаете, звучала «Правильно ли мы говорим по-русски?». Динамика языковых норм. На этом я хочу поблагодарить вас за внимание и в завершении поблагодарить еще раз фонд «Русский мир» за приглашение представить Льва Ивановича Скворцова в серии «Золотые лекции». Мне это очень приятно, я уверен, что и отцу было бы приятно об этом узнать. Тем более, что понятие «русский мир» для него – это тоже не пустой звук. Он много преподавал, в частности, в Прежском университете, в Университете Банской Быстрицы, в Остравском университете. Читал лекции в Восточной Германии. Я думаю, что русский язык и бережное отношение к сохранению культуры русской речи – это то, что сцементирует русский мир, то, что нас объединяет. Потому что наша культура, она опирается на русский язык, на его традиции, на его нормы, на его динамику. Мы говорили сегодня о динамике языковых норм, о динамических нормах. Это то, что связывает поколение, это то, что связывает нас, русских по духу, русских по крови, живущих в разных частях нашей большой планеты. То, что не дает нам забыть свои корни, то, что позволяет нам с гордостью и бережно относиться к своей истории. Огромное вам спасибо. Спасибо. Надеюсь, что вам было интересно услышать о трудах моего отца Льва Ивановича Скворцова. Его работы переведены на разные языки, на многие славянские языки, но не только. Поэтому я надеюсь, что у вас будет возможность познакомиться, может быть, чуть поближе с его работами. А мне от этого будет приятно. Это был канал «Русский мир», программа «Золотые лекции». Большое вам спасибо. Обязательно увидимся.